Град ревью, летний вайб и фильм 1941 года, военный фильм, ребята, Селенада Солнечной Долины, режиссёра Хэбрюса Хамбертстоуна. И спасибо нашему прекрасному другу канала и хорошему подписчику Алексу Сковиду, который посоветовал посмотреть нам этот фильм. И как же не хватает этому фильму Оскара, ведь он обязан был получить. Но, к сожалению, только номинация в 1942 году за лучшую работу оператора, эти фильмы, лучшую песню, лучший саунд для музыкальных картин. Очень жаль, ведь фильм воздушный, лёгкий, смотрится, и можно пересматривать его ещё долго и долго. Ведь зрителей в СССР было 20 миллионов, только представьте. Ну, а премьера в мире 21 августа 1941 года, тяжёлое было время, военное. Но, тем не менее, выходили такие прекрасные работы. И великолепные актёры Сони Хэнни, Джон Пэйн, Глен Миллер, Милтон Бёрн, Лен Барри, Джон Дэвис, Николас. Это было совсем-совсем другое время. Джона Оркестра, сиквел, приквел, что это? Может быть, мы и посмотрим. Ну что ж, Алекс Скоффит и даже 10 баллов поставим, молодец. Весёлая музыкальная комедия, в которой героиня Соня Хэнни в составе оркестра Гленна Миллера отправляется в солнечную долину. Забавные приключения комедийной ситуации и великолепные композиции Гленна Миллера легли в основу этого фильма, который первоначально был задуман как рекламный ролик для музыкальной темы. Но усилиями Брюса Хэнмерстона был доведён до размера полнометражного кино. Мистер Мори, владелец горнолыжного курорта, а не хухры-мухры, с великолепной солнечной долины, для нового сезона ищет молодой джазовый оркестр с именем. Ребята, 9 баллов! Просто это подарок! Я люблю такие фильмы той далёкой эпохи, неважно, зарубежные они, СССР, ведь в них есть душа, сердце и совсем другой стиль. Образ. Мы были в 41-м, и красивое название серена до солнечной долины. Обязательный к просмотру всем любителям хорошего синематографа. Это практически шедевр. Великолепный актёр. С вас лайки, подписки на канал, игры, ревью, фендекс, на помощь автору будем очень признательны, хорошего настроения, летний вайб. Welcome back!